«Если хочешь победить нацию, разврати молодежь!» Батюшка, сейчас открыто продают всякую порнографическую литературу, и молодежь на нее буквально накидывается. Да, сколько такой продукции сейчас выпускается. И на нее многие клюют, вы правы. Особенно молодежь интересуется порнопродукцией, печатной и порнофильмами. Конечно, когда мы росли молодыми, то еще были. У нас не было такой литературы. Просто не было, она даже под запретом была. Тогда все-таки какая-то цензура была. Вот представьте себе, я разговариваю с человеком, за которым стоит Христос, то есть я разговариваю со Христом. И вдруг стану ему какую-то порнографическую книжечку с греховными похождениями пересказывать. Ведь это ужас какой-то. Ни один здравомыслящий человек даже не может подумать об этом. А я пойду на эту подлость и буду рассказывать. Да онемеет язык мой, чтобы этого никогда не случилось. Известно, что если ты хочешь победить нацию, развороти молодежь, и тогда победа будет тебе обеспечена. А сейчас мы сами желаем, чтобы нас все победили. Побеждайте нас, потому что мы уже развращены. Ко мне обращается преподавательница пятых-шестых классов и говорит. Мне бывает стыдно, батюшка, сидеть на уроках, потому что школьники между собой нецензурными словами переговариваются. Ведь само это растление молодежи будет иметь даже историческое значение. Раз разложение значит уничтожение нации, уничтожение всего духовного в человеке. Останется духовное только то, что люди посещают театры, разгадывают кроссворды или у телевизора просиживают. И во всем мире так будет. Диву даешься, до чего мы докатились. Вот вы, историки, профессора, каково вам оглядываться на нашу Святую Русь? И каково вам сейчас как-нибудь радужно смотреть на все это и говорить, что современность хорошая? Это прямо ведь язык не поворачивается у вас, наверное. Вот вы и вынуждены о современности помалкивать благородно. Потому что, действительно, на какой край ни посмотришь, на север или на юг, на восток или на запад, нигде ничего утешительного нет. Какой ужас! Нас все время ублажали, что вот через пять, через десять лет будем жить хорошо, и то, и то будет. Все нас призывали к этому радужному, счастливому коммунистическому общежитию. Сейчас уже этого не говорят. Но наша действительность теперешняя превзошла все чаяния наших провидцев, так сказать. Нам нужно просить только Бога. Господи, войди в нашу действительность. Вышли делателей на жатву Твою. Просвети страну нашу проповедью Евангелия. Приведи нас к покаянию, к тому, чтобы мы, наконец, узнали жизнь хорошую в послушании Твоему Слову Святому. Вот этот призыв больше всего должен быть со стороны нас, православных христиан. И уж, конечно, не слушать каких-нибудь представителей сектантов или вот этих сатанистов, которые соблазняют девушек, потому что у них сила, видите ли? У нас сила. Какая? Знаете? Да, есть. Демоническая сила. Но нам сказано, страха вашего не убоимся, не же смутимся, если мы будем со Христом. Великая повечеря. А чтобы быть со Христом, надо прежде всего не грешить. Не грешить. Когда Христос с нами, тогда мы действительно непобедимы. Но надо побеждать не своими бицепсами или там атомной бомбой, а побеждать Христом, святостью. Возьми непобедимый щит, святость. Книга Премудрости Соломона, глава 5, стих 19. Вот что побеждает. Впереди вас идет сам Господь. Он сражается за вас. Помните, еще в Ветхом Завете сказано, как бы один из вас мог прогонять и побеждать тысячу и двое десять тысяч, если бы не Господь сражался против врагов ваших? «Я, — говорит Господь, — иду против ваших врагов. Я Сам впереди за вас иду». Вот наша сила. Вот наша крепость и надежда. Поэтому, как бы нас ни стращали, а мы идем за Христом. Мы знаем всемогущество Божие, знаем Его святость, знаем Его любовь к нам. Он печется о нас, промышляет нам на благо, нам на спасение. Все. А если Он с нами, чего нам беспокоиться? И поэтому мы, не смущаясь, идем спокойно по стопам Христовым. Мы не приходим ни в отчаяние, ни в какую-то сонливость, а наоборот, радуемся. Слова Христовы не ложные, а Он говорит «Я с вами во все дни до скончания века». Евангелие от Матфея, глава 28, стих 20. Вот и нужно, чтобы все наши экономические и даже политические вопросы решались духовно. Если мы будем верны Христу Спасителю, Который обещал нам быть с нами во все дни до скончания века, то чего нам беспокоиться? Батюшка, а вы слышали, что в Думе сейчас хотят рассматривать проект о сексуальном просвещении школьников? Собираются издать закон, чтобы в школах преподавать уроки секса? Ужасно. Это уже, по-моему, последняя ступень к тому, чтобы сказать, «Ну, человек беззакония, антихрист, приходи к нам и владычествуй над нами». Да потому, что это уже полное разложение. Разложение нации начинается с разврата. Именно с того, что люди живут в довольстве, богатстве, и тогда начинают вести распущенный образ жизни, попирают все нравственные законы. Из истории нам это известно. Так было с греками, так было с римлянами, и в Вавилоне также, даже еще о Сирии возьмите. Вырождение нации начинается с разложения нравственного образа жизни. Да, эти народы не имели писанного закона, «Но в каждом человеке есть образ Божий». Как сказано, «Язычники, не имеющие закона, они сами себе закон». Послание к римлянам, глава 2, стих 14. И человек все-таки знает, что подлость есть подлость, что убийство есть преступление. И поэтому, когда люди приступают эти внутренние законы, вот тогда начинается разложение, вырождение нации. Дома терпимости были и в царское время. Я об этом узнал из дореволюционной литературы. Дома эти с красными фонарями ночью высвечивали, чтобы все знали и туда ходили. Меня всегда возмущало, что это все-таки не было упразднено. Я считаю, это была огромнейшая ошибка не только нашего правящего государя, но и всего того духовного начальства, которое стояло во главе церкви. Оно должно было первым восстать. Вы знаете, что в Ветхом Завете даже полагалось блудника и блудницу побивать камнями, чтобы не было греха на Израиле. Мы не пресекли дома терпимости. Это гнусное дело. Знаете, в западном мире у всех так. А почему у нас нет? Может, это и было последней каплей, переполнившей чашу Божьего долготерпения, что революция 1917 года наступила. Нельзя оправдывать беззаконие никакими ложными мотивами, что у соседей так-то, а вот вся цивилизованная Европа то и то, и то и то. Это не оправдание.